Всем доброго времени суток! Сегодня я проведу мастер-класс по изготовлению елочных шаров из ниток. Для этого нам понадобятся воздушные шарики разных размеров, в данном случае у меня водяные бомбочки из фикс прайс. Нужен обязательно клей ПВА, нитки или шпагат, ножницы, они тонкие и обычные, также клеевой пистолет, блестки для украшения и губка для нанесения краски золотой металли, которой я дальше планирую тонировать наши шары из ниток. Итак, приступим к мастер-классу. Для того, чтобы изготовить шары было достаточно легко, нужно взять нитки желательно потолще, поэтому я взяла шпагат, мне очень нравится его фактура, шарики смотрятся очень аутентично. Для того, чтобы на нить было удобно наносить клей ПВА, мы наливаем его в небольшой какой-то пузырек или такой вот, у меня из-под краски коробочка и проделываем там два отверстия ближе к дну. Отверстие должно быть такое, чтобы туда пролезала нить. И с другой стороны проделываем точно такое же отверстие. Когда мы проделали отверстие, дальше нам понадобится какое-нибудь приспособление, чтобы эту нить протянуть. В данном случае у меня крючок размером 2 миллиметра, мы его вставляем в отверстие насквозь и с помощью него продергиваем наш шпагат. При этом, если вы заметили, я перевернула баночку верх ногами. Так мы протянули нить, теперь с помощью этого приспособления нить будет равномерно обмазываться клеем. Промазываем нить клеем, берем шарик, прикладываем нить как нам нравится и начинаем протягивать ее через отверстие. накладываем на шарик и в произвольном порядке, как нам нравится, обматываем его нитью. Соответственно, чем больше слоев нити будет на шарике, чем он плотнее будет обмотан, тем он будет крепче. Нитка вся равномерно промазана. Работа абсолютно не сложная. Главное соблюдать еще натяжение нити, чтобы она нигде не провисала и равномерно оттягивать шарик. Так, вот такой шар у нас получился. Немножко обжимаем его. Скрепляя слои друг с другом. Теперь надо шару дать подсохнуть. Шарик высох. Теперь нам нужно аккуратно немного отделить его от ниток. Мы сделаем это с помощью палочки для суши. Теперь протонируем шарик краской и посыпем блестками. Теперь шарик можно проткнуть. И аккуратно вытащить. Получился такой шар из ниток. Теперь нам нужно сделать подвес. Отрезаем небольшой кусочек шпагата. Можно сразу его тоже протонировать. И завязываем узелок. Все, новогодняя подвесочка на елку готова. Можно украшать дерево. Всех с наступающим новым годом. Надеюсь, мой мастер-класс будет вам полезен. Продолжение следует...